Красноярцам, судя по всему, стоит быть готовым, что за коммунальные услуги придется платить больше. По крайней мере, об этом говорят эксперты, комментируя сделку между СГК и Жилфондом. Я напомню, что сибирская генерирующая компания намерена купить городскую управляющую компанию. Новости ТБК рассказывали о сделке накануне. Сегодня фактически уже новые владельцы рассказали, как будут работать. С подробностями Дарья Тарасенко. Ни капремонта, ни лифты, ничего вообще не делают, и не делают, и не меняют. Татьяна Васильевна последних новостей о Жилфонде еще не слышала. Говорит, ей по большому счету все равно, кому платить. Главное, чтобы толк был. Пока сетует пенсионерка в управляющей компании, можно поставить только слабую троечку. В самой управляющей с такой оценкой не согласны. Мол, работают, как могут. И с новым руководством, надеются, сотрудники тоже сработаются. Да, мы уже со всеми руководствами работали. Нас это сильно не... Ну, работаем, работаем, но поменялось все, в жизни бывает. Да, в жизни разное случается. Сначала сибирская генерирующая компания решила Жилфонд обанкротить, затем купить. Сегодня генеральный директор СГК Михаил Кузнецов пояснил, юридически сделку еще не совершили, а подписали так называемый протокол о намерениях. На оформление всех бумаг уйдет еще месяца два. Сумму сделки Кузнецов не озвучил, сославшись на коммерческую тайну. Зато, рассказал, работников управляющих компаний сокращать не будут, поменяют только директоров и сотрудников финансовых отделов. И ловко закинув камень в огород Жилфонда резюмировал. Работать намерены честно. Мы и планируем свою деятельность на десятилетия вперед, и воровать мелочь по карманам – это не наш принцип. Поэтому единственное, что мы можем твердо обещать, это то, что те деньги, которые будут собраны, будут равномерно распределены между всеми получателями, между всеми контрагентами ГУК Жилфонда. А чтобы рассчитаться с контрагентами, то есть с подрядчиками, в СГК намерены активнее работать с должниками. На вопрос о тарифе новые собственники управляющих компаний отвечают уклончиво. Между тем, лидер движения «Народный контроль ЖКХ» Роман Казаков уверен, повышение тарифа на жилищную услугу – лишь дело времени. У меня есть опасения, что новый собственник будет настаивать на повышение тарифа на жилищную услугу. В частности, активнее будет давить на жителей многоквартирных домов, активнее будет давить на Красноярский городской совет, чтобы они повышали тариф для муниципального жилья. И у нас так исторически сложилось, что договоры составлены с жителями так, что повышение тарифа для муниципального жилья автоматически приводит к тому, что повышается тариф и для собственников. Как на это отреагирует власть, пока не ясно, но уже абсолютно понятно, что интересы мэрии в этой сделке двух крупных и важных для города компаний учтены. Стать генеральным директором обновленного жилфонда предложили Наталье Жавновой, заместителю руководителя департамента городского хозяйства. Ее начальник Игорь Тетенков назвал ее профессионалом своего дела. Работает, как говорится, по полной программе. Голову некогда поднять. Надеемся, что именно взаимоотношения между жилищниками и администрацией департамента городского хозяйства, они будут еще, они будут намного лучше. А станет ли лучше качество обслуживания, пока большой вопрос. Слова новых владельцев жилфонда, для красноярцев ничего не изменится. Надежды как-то не вселяют. Дарья Тарасенко, Сергей Березовский. Новости ТВК.